И живи везде, и сыты, и вся исполняя сокровища младих, И жизни подателю прийти все лисяны, И очистены от всяких скверных, И спаси блажь души наша. Благословенный Господь, помоги нам в спасении душ наших, Помоги Батюшке нашему имениннику, Даруй Господи еще долгих лет жизни ему, Чтобы вел нас за собой пастырь наш добрый, Которого голос мы знаем. Помоги Господи быть истинными пастырами, И еще многим священникам нашей православной церкви, Чтобы они познали истинную веру, Как некогда познали ее те иудейские священники, Которых Ты, Господи, обратил с апостолами. Слава Тебе, Господь, Отец, Сын и Святой Духа. Аминь. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Молчать и слушать все. Евангелие от Матфея, 5 глава, 33 стих. Еще слышали вы, что сказано древним, Не приступай к клятвы, Но исполняй пред Господом клятвы твои. Толкование. То есть, когда клянешься, Верно исполни то, в чем клянешься Господу. Ибо если нарушишь клятву, Будешь осужден. 34-37 стихи. А я говорю вам, Не клянись вовсе, Ни небом, потому что оно престол Божий, Ни землею, потому что она подножия ног Его, Ни Иерусалимом, потому что он город великого царя, Ни головою твоей не клянись, Потому что не можешь ни одного волоса сделать белым или черным. Но да будет слово ваше, да, да, Нет, нет, а что сверх этого, то отлукавого. Толкование. Так как иудеи слышали от Бога, Небо, престол Моя, земля подножия ног Моих, Исаев 66-1, То и клялись сими предметами. Но Господь запрещает им это, Впрочем, не потому что небо прекрасное, И огромное, и земля полезна, А потому, чтобы не подать повода им к идолопоклонству, Так как эти предметы у клянущихся ими Легко могли быть признаны за Божество, Как это прежде и было. Один Бог клянется самим собою, Потому что не зависит ни от кого. А мы как можем клясться своей головой, Когда не имеем власти? Мы не свои. Если же думаешь, что голова есть твоя собственность, То перемени, Если можешь, Хоть один волон, Дабы ты не сказал, Как же мне поверят? Он говорит, Поверят, Если всегда станешь говорить правду, И никогда не будешь божиться, Потому что никто так не теряет доверия, Как тот, кто божится. Божба, кроме да и нет, Есть дело излишнее, И происходит от дьявола. Но ты спросишь, Неужели и закон Моисеев был худ, Когда повелевал клясться? Знай, Что в то время божба Не составляла худого дела, Но божиться после Христа Есть дело уже худое, Подобно как обрезываться И вообще юг действовать. Сосать грудь младенцу прилично, А мужу непристойно. Мы более не подзаконно Но под благодатью. И комментарий Игнатия Тихоновича Лапкина На слова блаженного фифолакта Божиться после Христа Есть дело уже худое. Царская Россия именовалась Православным государством. Но, несмотря на это, Принуждала всех своих подданных И православных, и неправославных Клятве при поступлении На военную и гражданскую службу, Так как присяга была Не просто торжественного обещания, Но в ней присутствовали слова Клянусь, клянусь, клянусь. В связи с этим Православные богословы Вынуждены были Оправдывать такие Противоевангельские поступки, Говоря, Что запрещается только Клятва ложная. Такие объяснения Мы можем увидеть и Про утере Григория Дьяченко, Орхиепископа, Аверкия Таушева и других. Однако, Вот что говорят об этом Святые Отцы. Цитата. Клятва вообще запрещается, Тем более достойно Осуждения клятва, Данная в злом деле. Святитель Василий Великий. Еще цитата. Весьма плохо И давать клятву, И требовать ее. В обоих случаях Оскорбляешь правду. Как избежать клятвы? Приобретем такие нравы, Которые бы внушали доверие. Избегай всякой клятвы. Но чем же уверить других? Словом и жизнью, Удостоверяющие в слове. Сделай, чтобы посредником Твоим были твои добрые нравы. Святитель Григорий Богослов. Еще цитата. Соглашайся лучше Принести ущерб, Чем дать клятву. Преподобный Ефрем Сирий. Поистине, Если клятся, Дело дьявольское, То какому наказанию Подвернет нас Преступление клятв? Тяжек этот грех, Клятва, Потому что не кажется тяжким. Потому я и боюсь его, Что никто не боится его. Потому эта болезнь, И неизлечимо, Что она не считается болезнью. Бог угрожает разрушить Дома клянущихся, Чтобы этим наказанием сделать Других более благоразумными. Принуждающий клятвы Еще неизбежнее, Чем тот, Кто клянется, Подвергается наказанию. Равно как и тот, Кто клянется, Когда никто не требует. Если кто не желает Прекратить клятвы, То я запрещаю Такому человеку Приступать в порог церковный. Клятва поистине Есть сатанинская сеть. Освободимся от этой сети, Убоимся заповедей Бога. Приучим себя к лучшему, Чтобы, Простираясь вперед И исполнив эту и прочие заповеди, Способиться благ, Обещанных любящим его. Клянущиеся Не могут представить Свою пользу Никакого оправдания, Кроме пренебрежения К имени Божию. Умоляю вас, Помните об усекновенной Главе Иоанна. Она как бы говорит, Ненавидьте моего убийцу Клятву. Святитель Иоанн Златовук. Еще цитата. Далее ли кто верную клятву Или нарушает... А, так. Дает ли кто верную клятву Или нарушает свою клятву, Подвергается наказанию. Поэтому избегай клясться И несправедливо И справедливо Преподобный Нил Синайский. Еще цитата. Не клясться, значит, И не требовать клятвы. Ибо если не хочешь сам клятся, То и от других Не требуешь клятвы. По следующим двум причинам. Вопрошающий Или стоит в истине, Или напротив того лужет. Если человеку обычно Стоять в истине, То без сомнения Он и до клятвы Говорит истину. А если он лжет, То лжет и поклявшись. Преподобный Исидор Пелусиост. Тем более Недопустимо Никакая клятва Или присяга Безбожному Советскому Государству. Комментарии закончим. Телефон. Вкратце. О чем здесь? Комментарии. Комментарии. Вкратце. Кто понял, что? Вот у меня вопрос. Сейчас вот клятва Гиппократа Нормологе придется давать. Вообще Врачебная Вроде бы Спасать людей. Как ему поступить К данному вопросу? До сих пор же Наверное Врачи ее дают? Да ладно Клятва Гиппократа Это наименьшее Человек Клянется Что будет Спасать других И так далее Тут ладно Все понятно Вот у меня Другие клятвы Как священники Дают клятвы Священники Дают клятву Натурально Я клянусь Они там говорят Неоднократно Три раза По-моему Вот там идет Слово Клянусь Вот при всем этом Вот и Когда в сунду Их посвящают Да Когда в сунду Посвящают Три раза Слово Клянусь Там еще Есть клянусь И обещаюсь И главное Ладно бы Обещаюсь Ну обещаюсь Обещаюсь А то Клянусь Там И обещаю Там Вы что Специально Что ли Все делаете Чтобы против Бога идти Вот это Вот интересно А то что Чтобы Как говорится Люди не забывали О клятве А то же можно И честно жить И ты такой Добрый И тебе скажут Отчеткали Даже и клясться не надо И тебе и так Займут То Сатана Вот эту Клятву не оставляет Клятва Это везде Особенно любят Головой матери Сердцем матери Клясться Божица Что называется Да Он Людиво Тогда занял Может пять тысяч Сначала Он говорит Мне топона Нога упала Не могу приехать Потому что Нога у меня Перевязана Там В общем Второй раз Он еще проходит Там недели три Он обещал В течение Небольшого времени Недели две Второй раз Говорит У меня мать умерла Похоронить ее надо Не на что похоронить Сейчас вот я похороню Потом подкоплю И отдам А он Хорошо у него Отец на работе Дима спрашивает Что у вас Горе такое Жена умерла Вот скотина Говорит Ребенок у меня Такой Лягает Это он такое Сказал Говорит Ну я Строю Говорит Такие люди Ничего не боятся Мать умерла И вообще Это так Страха Страха Божия Отсутствует полностью Когда клятвие Начинаешь Поэтому Никакая Не ложная И никакая Клятва Не идет Ну а что Если там Допустим Вот в быту Ну Позвонили тебе Назначили там Где-то встречу По работе И ты говоришь Я приеду Вот столько Что это Это клятва Это еще не клятва Просто при этом Не надо говорить Я клянусь Что приеду Вот столько Обычно говорят Если Бог даст И будем живы Господь сподобится Тогда Даст Бог Сделаем Даст Бог Нужно всегда говорить С Божьей помощью Или даст Бог Чтобы и духа Клятвы не было Мне один человек Безбожник Однажды ответил Я знал Что он безбожник Сколько с ним общался Я говорю Ну даст Бог Не помню Там что-то будет Он говорит Бог не даст Я сначала не понял Почему не даст Потому что Его нету Знаешь Он безбожник Я даже не ожидал Он так скажет Не надо Ага Ну то есть по-своему Понимаешь Да А у нас ситуация была С точностью Да наоборот То есть мы вот С Виталием Калининском Приехали в БИСК На соревнования А он снимал Ну вот вы же нам На следующий год приедете А он с Омска Вообще Он говорит Ну как Бог даст То есть он не хотел их обидеть Все такие Даст, даст, даст Видно, что-то он все не верит Они просто как бы Ну вот Чтобы к этому было Поэтому Мы же хотим, да? Ну Ну вот здесь на что Хотелось бы обратить внимание Тут еще Мы говорим о клятвах А тут еще О людях Которые требуют клятву То есть Бывали ли у вас Такие ситуации Когда вы Говорите И вам Не верят И говорят Ну докажи Или поклянись Чем ты можешь Подсквердить Да У детей У нас было у детей Что-нибудь скажешь А они как Слово пацана Слово пацана Значит все Еще вот так Зуб дам Да Еще вот так Вот Есть еще Уже 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 Слово Офицера Это клятва То есть Он клянется Честью Как бы офицера То есть Если я тебе Обманываю Честью Значит я уже Получается И никакой И не пацан И не офицер То есть Меня уже Вообще За человека Не считают Потому что я Лжи Ну не говорит Что клятва Это уже клятва Это уже клятва Конечно Ну конечно Ну смотри Честное Подтверждение Слов Чем-то таким Более высоким Это и есть Клятва То есть Подтверждение Слов Но тут нам говорится Если он лжец Даже если он Подтверждает Слова Клянуть Сердце Матери Ложка Остается Ложью То что он Говорит Ты понимаешь А если крестится Вот тебе крест Если он лжец То это тоже клятва И ложь Остается ложью Не верьте Поэтому и Христос Нас учит Если ты Живешь жизнь Праведную И всегда говоришь Правду И ложь Ухо режет То ты И никогда Свои слова Не будешь Подтверждать Вот тебе крест То есть Сразу Это не твое Зачем тебе Подтверждать истину Когда ты всегда Говоришь истину А если тебе не верят Ну и пусть не верят То есть они требуют У тебя клятву Не клянись Вовсе А в Ветхом Завете До Христа Это было То есть клялись И храмом И чем-то Богом клялись Бога Свидетели призывали Вот А если человек Как бы Ну Сомневается В твоих словах А он говорит Бог свидетель Казалось бы Что здесь такого Бог все видит Если что Такое Бог неправил Это не клятва Это вот Как тоже Вроде и клятва Апостол Павел Приводит Это Бог Свидетель Что я говорил Там где-то есть Такое место В священном Да Да Я считаю Что когда Бога Свидетели То это не клятва А то что Вместо Бога Вот они Почему он перечисляет Чем клялись Клялись Престолом Божьим Небом Землею Самым собою И Господь говорит Зачем ты этим клянешься Когда и земля не твоя И небо не твое И ты сам не свой Смысл твоих Когда ты Получается Ты уже заведомо лжешь Потому что Как ты можешь Сказаться сам собой Если ты не знаешь Проснешься ты завтра Или нет Или у нас там Один там Дефолта не будет Руку даю На отсечение Поклялся Рукой своей Дефолт прошел Рукой Никто не отчек Ничего Ну умрался Сразу человек Головой там Что на рельсы На рельсы хотел лечь Зачем он это говорил Потому что безумно Безумно А так бы В другом бы Обществе Допустим Серьезно Так ты эти слова Сказал Сказал Ложись Или ты Давал Давал слово Пацана Давал Все Или Да Значит ты не пацан Не пацан Сейчас будем делать из тебя Девчонку Да Галя правил Ну разобрались С этим Понятно что Нам христианам Которые Живут не по лжи Вот Игнать Тихонич Давайте проведем Тему Московской Патрии Жить не по лжи Никто не соглашается Это то что лгут накажется За шагу Свечки эти Агарки перепродают Все это Докрутят Все это Ради прибытка Они веры Ради все это делают Страха Боже Не уйти веры Храмы строят Нам всем говорят Что это вроде как бы Полностью На самом деле Это просто Коммерческие Заточки И они когда Собор архиере У них только И один разговор О деньгах То сколько Если тебя С одного Богатого Прихода На этот Тебя понизили Там тебе Заплата Не То есть Это у них Ради денег В основном Все Люди неверующие На работу Ходят Парни Приехал с Украины А что ты приехал Гроши сродь Гроши сродь Денег заработать Ты заработай Работа не пыльная Кодилом А то что Народ При этом Во грехах Погибает Чем больше Он в грехах Погибает Тем больше Темно же Совесть у человека Есть Он хочет Как-то В Бога Умилости А как Умилость Свечку Потолще Купить Или Побольше Но Клятва Это страшная В безнужном мире Отсюда многое происходит И убийств Всяких Вот они в карты играют Почти все люди Молодежь Играет в карту В азартные игры Это все Клятва У них там свои Обязательства Там Называется Самый Даже При царе Батюшке В интеллигентной Среде В богеме Ходило Что Карточный Долг Это святое Считалось Ты в карты Проиграл Сколько Просто сидишь Играешь И договорились На какую сумму И ты проиграл 50 тысяч Ну это приблизительно Как сейчас 50 миллионов И все Тебе нечем отдать И ты клянешься Там что-то сделать А тут будет Ну там убить Кого-то надо Или продать Что-то нужно тебе И так далее Так и жен продавали И имение все И все Родители Тайны продавали Все это На этом очень много Было всякой Шпионской деятельности Государстворушились На этой клятве Ну о чем говорят Почему Говорят Аяне крестители Целого пророка Причем Нового И ветхозаветного Одновременно Единственного Погубили Эти клятвы И всего делов То было Потому что Он клялся Перед теми Кто сидел Ты человека Сейчас жизни лишишь А я же честь потеряю Какую честь? Обещал Ты царь Ты что хочешь Можешь сделать? Вот так Ну и вот На что еще Хотелось обратить внимание Тут Главное Среди православных Богословов Встречаются Богословы Которые Утверждают Что запрещена Только клятва Ложная А правда Вот эти Противоевангельские Поступки Где Господь Запрещает Клясться Вообще Я говорю Вам не кинитесь Вовсе А вы клянетесь Надо же что-то как-то придумать Так это Они заведомо Логут Поэтому и клятва А правдивая клятва То есть Подтверждение Своих слов Как ты можешь Подтверждить Свои правдивые слова Можно Вот это можно Если ты лжешь Что ты Заподтверждайся Свои слова Богов Все равно Твою сом Останешься Вот президенты Когда вступают Они на Библию Руку кладут Если он не поклянется Он не будет Уже президентом Да конечно Кто вот это все Придумал Мне кажется На Библии Библии написаны Не клянитесь Вовсе Они на Библии Там же Да Правильно Можно У нас же в России Не на Библию кладут А на Конституцию Там В Америке На Библию Почему Порошенко На Библию Болозун А у нас На Конституцию Ну Я уже говорю На каждом Собирать А теперь Расход Не будет Поэтому Вот А что последнее Расход Скажите Сейчас Что 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 Да какое Там это все На продолжение Просто Московская Патриархия Была По всей Территории Нашего Необъятного Совет Советской Империи Когда Украина Беларуси Отделилась И другие Государства То Московская Патриархия Естественно Там оставалась Только Уже Как Допустим Авто Автономная Церковь Но Принадлежащая Московской Патриархии Украинской И так далее И вот Ее возглавил Филарет Это Украинскую Ну там Так как Государство Начало Отделяться Он понял Что Почему бы Дальше Не пойти И вообще Чтобы Украинская Церковь Православная Была Отдельно От Московского Патриархата Все Ну и Назвали Это Расколом Хотя Здесь Ничего Нет Раскольного То же Самое Сделала В свое Время Российская Церковь Русская Православная Церковь Когда Отделялась От Вселенского От Греческой Церкви Точно Так же Была Астономия Сначала От Греческой Церкви А потом Там Первый Патриарх Сейчас Я забыл Первый Патриарх Они же Это Не расколом Сейчас Назвали Павсокефалия Нужно Красиво Назвать То есть Своя Павсокефальная Церковь А Политики Это Подводят Типа Пока Святомосковская Патриархия И Вселенская Церковь Пошла На Это Греческая Согласилась Что Да Пускай Украинская Церковь Будет Отдельно А наши Сейчас Объявили Байкот Константинопольскому Так я тебе Рассказываю Ты Что Меня не Слушаешь Ты Меня не Слушаешь Что Ли Вселенская Церковь Есть Константинопольский Патриарх Она Называется Вселенская И От нее Зависит То есть Согласие Согласен Согласен Православный Мир Что Будет Еще Один Патриарх Украинский Или Не Согласен И Они Согласились Сказали Ну Пускай Раз Это Другое Государство Пускай Будет Своя Украинская Церковь То есть Московские Все Московского Патриархата Все Храмы Должны На Патриархи Должны 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 Мы В одной Епархии Мы Единоверцы Как Только Разделились Все Это Люди Другой Веры Их Убивать Надо И Война С С С Греция Русских Не Допускают Нет Ну А Теперь Так Как Понятно Что Московская Патриархия Упускает Из Своих Рука Огромный Кусок Прибыли Представьте Целая Украина Там Сколько Там Очень Много Людей Там 60 Миллионов Народу Ну 50 Миллионов Сейчас Уже Разъехались Меньше Да Да Ладно Рассказывайте Сейчас Меньше Половин Ну Ты Четчик Что Ли Какой Ты Че Ты Голос Подал Мне Интересно Сидел Молчал Молчал А тут В таком Ты еще поклянись Что там Меньше Половин Работать Негде Ну и Что Что Негде Так Они Живут Все На Украине Разъехались Кто Куда Разъехался Продолжим Чтение Слов Божие 37 Закончили Евангелие Евангелие От Матфея 5 Глава 38 По 39 Вы Слышали Что Сказано Око За Око И Зуб За Зуб А Я Говорю Вам Не Протився Злому Но Кто Ударит Тебя Правую Щеку Твою Обрати К нему И Другую Исход 21 24 Глава Толкование Закон Иснисхождение Допустил Право Равного Возмездия Дабы Не Обижали Друг Друга И Дабы Обидевший Боялся Подвергнуться Тому же Чему Подвергается Обиженный Злым Называет Здесь Дьявола Действующего Посредством Человека Показывая Сим Что Бьющий Распаляется Дьяволом Итак Уже ли Дьяволу Не Должно Противиться Должно Только Не Обратными А Терпением Ибо Огонь Гасится Не Огнем А Водою Впрочем Не Думай Что Здесь Говорится Только Об Ударивщику Нет Но И О Всякой Другой Обиде И Вот Где-то Я читал Что Почему Вот Вопрос Кто Ударит Тебя В Правую Щеку Твою Написали Кто Ударит Тебя По Одной Из Твоих Щек Или Почему Именно Правую Не Левую Тебя Ударит Тебя неудобно а если я сзади ну-ка бить обидно, что сзади неожиданно и здесь говорится об обиде как ели с одной чашки ходили вместе в дом Божий вместе молились а он 3 месяца уже нету никого еще семью обидно но еще как ну и тогда смысл хлеб и щеку подставлять тогда пчел вот обидно дальше а вот бучу брат закатил перебори свою одежду поднял вопрос с его стороны-то буча он поднял вопрос у нас община и мы знаем, что за нас здесь беспокоиться не будет нас недели вот это и есть проявление любви он подставил ему и другую щеку и брат понимает, что он его полюбит и позвонил ему и объяснился если на этом примере рассматривать поэтому когда нас обижает кто-то что-то не стоит обижаться не как в древнем было око за око, зуб за зуб это был закон справедливый для чего? тихо не разговаривайте сестры чтоб боялись чтоб боялись боялись и страх обидеть удерживал а сейчас не бояться почему? потому что безнаказанно сам бы придумал сзади выглядят вычекать а вот скажи правильно что сзади таишься ты значит таишься ты бьешь сзади чтобы не увидел кто бьет никогда мне это готово да, это вот подлость понимаешь а сейчас это полной полной но однако попадете у нас вправую щеку твою хихахаха то что вообще толкователей надо вот христос на прямой людям говорил а ведь они не понимают этого мы столько лет ходим я вот это вообще вот пока ты сейчас не показал мне даже мысли мы не приходили на это ну да а как простому народу который вообще ничего не знает как он мог понять это только избранные посвященные духом сверху даже не спросили не подошли по моему здесь говорится об обиде у нас даже шутят если тебя ударили в правую щеку поставь ему левую а потом сделаю уклон и хуком в печень речь идет о том сегодня севастян читал что если тебя тебе сделали замечание даже тебе сделали замечание вот как мне там сделали замечание и я как бы обалдела и еще и могу и обиделась тут надо не обижаться поблагодарить поблагодарить вот я неправильно поступила вот человек-то правильно поступил сам не сказал поэтому вот сегодня севастян читал вот читал и если ты вот так несешься к нему и как твоему как бы обидчику а как просто благодетелю так это вообще так это так просто а я такая дура оказалась что я вот так поступила неправильно златову стучит даже если несправедливо обидели тебя сделайте замечание а ты свое унесет поблагодарить за намерение ты не знаешь он он тебя обижает с целью обидеть или с целью исправить не знаешь он может он там какой-то немножко какой-то сказал игорь вот громко часто говорит и кажется что он обижает а он просто неравнодушный я вспомнила момент когда мы ходили помните еще ходили в лес там и там под мысль идем под ручку вдвоем и гнати подходит а вот она слушала слушала подошла и его плечо поцеловала я вообще я . недавно пришло ну ничего себе какое смирение понимаете она за то что он ее обличал я просто вспомнила в лесу у нас так с тобой знаешь это у тебя а я так стою а потом думаю что наделается она взяла поцеловала плечо подошла ну как вот вот какое смирение нам надо проявлять а вот она нам сказал да ты не так одета да мне так сумеешь ли ты права на меня говоришь вот ну-ка я отпорываюсь сама себе сороковой стив и кто захочет судиться с тобой взять у тебя рубашку отдай ему и верхнюю одежду толкование отдай ему и верхнюю одежду когда поведет тебя в суд и станет делать тревогу а не тогда когда просто будет просить ее у тебя логично да требует у тебя там пальто ну вот с ними рубаху еще отдай следом иди голый получается ему сначала просто надо снять снять рубаху и вот это вот не совсем ну это избытка так говорится имеется ввиду он просит рубашка дешевле стоит чем шуба ценности вот поэтому он просит тебя рубашку то еще и пиджачок еще и пиджачок и денежек положишь все если кто захочет судиться с тобой судиться судиться допустим ты мне должен отдать рубашку а ты говоришь а я тебе ничего не должен ты сам виноват ты шел тогда мою сумку заделся она у тебя порвалась а ты зачем сумка с гвоздями например а здесь дальше то говорится но только тогда когда в суд тебе потянет тогда а не тогда когда просит у тебя попрошайкам не дают они с ног сбивают просто один сидит пьяный так просто а двое которые еще ходить могут они просто вот с праздником вас и вот они летят прямо у тебя вот с праздником да благословите господь и все и прям в наглую вот так вот у Игната Тихонича есть стихотворение там строчка есть от попрошайка лыгущей куаградки до алтаряна храмушка с дарами мы допустили всюду беспорядки ну тоже на престольный праздник к отцу Дионисию ездили и должен быть владыка приехал а там вот такие попрошайки они идут и как священник мимо проходит попадаете христа ради бог благословит тебя подадут пошел женщина там другая ну извини у меня только вот мелочи я же тебе сотню не дам тоже прошла другая там дала там пять рублей эти идет работа бы ты пошел сынок бы и вот и вот как все люди все разные ситуация она реагирует на это все по-разному поэтому почему по разному потому что люди в неведении не знают как себя вести я читали бы были бы у них занятия по посолкованию они прочитали вот пока в суд тебя не подащит тогда вот его когда просить у тебя будет еще в радио тебе удавать эту не я лиц ты пьешь а я тебя корми должен то не работает тут и не ешь сейчас такое сейчас такие выражения пошли вот про это новые называется нищета должна быть чистенькая для чего а чтобы подающим не брезгливо было тебе подойти и дать можно прям отлично одетом быть хорошо там не надо там в оборванию сидеть там всем побитым просто поэтому бабушек такие чистенькие мытых шарик где-нибудь там ухода магазин и все она стоит чистенькая туда деньги поступать там даже их не касается подходит мордоворотище забирает и дальше бабушка стоит а добрый ты человек он не рыбу даст а удочку научить человека зарабатывать вот истинное добро а сколько можно ты день стоишь два стоишь три стоишь год стоишь они же так стоят тут я стою мимо храма одни и те же годами я разговаривал со мной она стоит а я говорю о чем вы там стоите но она говорит у меня трое ребятишек я поэтому стою работаете не работаю а трое ребятишек не работаете у меня один говорит я говорю на трех работах работаю а у тебя трое-то не надо будет уже постановится я тебя должен кормить тебя и твоих детей у меня времени нету сюда же сюда же пришли уже стоите здесь сколько нового сюжета а что стоять-то ничего не делать не надо руками потеть не надо горбать-то не надо здоровья гробить не надо стоишь себе подали я вот хочу сказать позиция разная у всех людей я вам скажу если верующий человек бог не оставит все равно ты работаешь вот я дома работаю я тоже на работу на работал я не заботе я не успеваю подумать у меня на другой день я одета будто накормлена я могу раздавать потому что я молюсь я уповаю на господа а господь знает прежде ваше упрошение в чем вы имеете нужду мы окружены любовью ты главное иди и старайся где-то для бога что-то для людей и бог не оставит и я считаю что я лучше с ребенком посвящу это время чем я пойду сейчас настолько особенно молодежь а вот этот бизнес вы не представляете какие графики вот мы уже как-то возрасте мы с этим не сталкиваемся но сейчас работает у меня здесь с восьми утра до двух ночи бывает вообще месяцами выходных не дают сейчас загнаны в угол молодежь и в банке вот маша с девяти утра до десяти вечера если раз в две недели день дадут они чисто высыпаются они спят до вечера потом они ночью где-то выходят погулять подышать воздухом это загубленное племя вообще полностью и какие там дети когда они будут это сейчас еще новый указ президента можно два месяца если отдавать и выходи опять работать кому эти дети нужны для чего это надо это неправильно наоборот надо мать чтобы у нас ребенка могла находиться как можно дольше можно дольше грудью кормить его чтобы он здоровый рост чтобы ему вкладывать что-то чтобы он не оторванный от семьи а сейчас вот все на эту работу работа 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 как на украине потом результатики родители были заняты заработками а детей воспитывали американские резиденты вот эти засланы в кружки и везде вот это все получилось а потом майдан 41 стихи кто принудит тебя идти с ним одно поприще иди с ним два толкование самое тело твоего отдай если кто насильно потащит тебя и сделай для него более нежели сколько требует что за поприще куда он просит идти непонятно ну тут 42 стих давайте почитаем просящему у тебя дай и от хотящего занять у тебя не отвращайся толкование враг ли то друг ли или неверный просит при том у тебя денег или другого пособия дай ему по твоей возможности взаймы взаймы же дай не с ростом но простой заем для пользы ближнего ибо и во время подзаконно иногда давали взаймы без процентов про поприще про поприще у меня мысль пришла инвалид может быть с поднятием руки нет не поднимала поприще пройти поприще это значит определенную меру расстояния пройти а почему раньше же не было транспорта что подвести тебя там такси вызвало а если у тебя нету животного которое подвезет то надо таскать на себе и вот если тебе сказали сказали неси вот эту поклажу мою ну любое расстояние да нет не помощь а тут наоборот написано ну говорится про римских воинов которые надо было что-то поднести они могли подойти к любому мужчине или женщине и сказать вот это вот возьми ему эту поклажу и неси туда и ты должен неси если тебе сказали нести одно поприще неси два неси еще дальше так это ж враг я ему помогаю я как бы предатель неси а вот они крест же заставили нести заставили другого вот это и есть да ну вот здесь у меня возникает некое противоречие когда вот толкование читаем на сороковой стих тут говорится то есть тогда поведет тебя в суд и будет делать тревогу тогда но не тогда когда просто будут просить у тебя 있습니다 а здесь опять просящему у тебя дают так давать или не давать просящему здесь впереди говорится не давай когда в суд потечет противоречие решаются очень просьб нас когда он просит у тебя рубашку за через суд тогда давай ему и верхнюю а когда суда нет, то верхнюю не надо ты сверх того даешь, чтобы его умилостиво чтобы судебных разбирательств не было то есть это называется до суда разрешить конфликт то есть я на тебя в суд подам не подавай на тебе рубашку и шубу только не подавай да, потому что если в суде еще ну как, придать огласки это называется не надо, чтобы христиан считали какими-то вот мелочными, там, жадными до суда доводящими из-за метра земли у меня знакомая была тоже верующая ну там соседка подала ну метр, где у тебя этот метр а она там разбухтелась я говорю, ну метр там в 10 длина ей пришлось, видимо, из-за этого метра баню целую она лишилась огромной уступила бы им там что-то а, ну если и так бы и все, они бы там ну вот так, как угости Лена чувствуется сразу, она эта хозяйка ну я за земли сразу раз, прикинула, ага, если метр от меня отнять это у меня кабачков не будет так, гранитка, это там яблони половина туда ой-ой-ой я за земли жадная жадная, ты вообще, видать, жадная ну видишь, Господь видишь земля кормит и если бы у нее землю отнять это, считай, всю надежду на пропитание отнять все, что лишить ее все, что у рыбака сети отнять у нее и земля поэтому ее обидно будет ну и здесь сказано еще, чтобы подпроценты не давали у нас подпроценты дают живут на проценты и даже уходуют Богу это не угодно но здесь говорится просящему у тебя то есть человек нуждается ну, а ты ему даешь и используя его нужду и говоришь, что через год отдашь все, все вот а в банк-то мы даем, чтобы проценты были там, и банк у нас в наших деньгах не нуждается мы нуждаемся в процентах чтобы ничего не делать и денежки капали как вот раньше обманывали все МММ, да все да, банк это главный обманщик это главный обманщик он берет деньги сам банк, да, они берут деньги и потом эти деньги дают в рост в рост так не то, что в рост сами себе еще если нам, они, допустим, 10 процентов то они дают по 20 давали тогда поэтому, если сейчас они дают там 6 процентов то кредиты дают под 15 процентов поэтому они наживаются на наши деньги это самые главные наживаются вот а некоторые говорят что вот у меня деньги в банке лежат и проценты капают то есть они там, как бы, это там лежат, может, 100 тысяч я говорю, так это же грех на проценты-то они говорят, ну инфляция же чтобы деньги сохранить да это не то, что ты говоришь про банки даже и речи не ведутся банковские проценты это не то это когда ты человеку даешь вот банки дают человеку и дают грабительский процент это вот многим известно что это такое ну а когда ты просящему даешь и говоришь я тебе дал 100 тысяч и в следующий год ты мне отдашь 105 это как? вот это вот грабительство это грабительство тоже 105 это не грабительство ну не 105 не 105 105 это не грабительство это понятно на пятерочку можно грабануть да, это не грабануть это инфляция, она съест и так далее не в этом разговоре не в этом разговоре а ростовщичество когда ты натурально прям берут ну вот эти вот сейчас 30 процентов 25 процентов вот эти входят сейчас в деньгу дай заходи за деньгой там грабительские проценты там 25-30 процентов 1 процент в день 360 дней 360 процентов в год вот обмиралка вот это да это так а люди а 43-45 стихи вы слышали что сказано люби ближнего и ненавидь врага твоего а я говорю вам любите врагов ваших благословляйте проклинающих вас благословите ненавидящим вас и молитесь за обижающих вас и горящих вас добудете сынами отца вашего небесного ибо он повелевает солнцу своему сходить сходить над злыми и добрыми и посылает дождь на праведных и неправедных толкования достиг верха добродетелей ибо что выше сего но и это не невозможное дело моисей и павел больше себя любили враждовавших против них иудеев и вообще все святые любили врагов своих и таким образом получили обетование их должно почитать благодетелями потому что всякий кто гонит и обижает нас уменьшает наше наказание которому мы должны подвергнуться за грехи с другой стороны и Бог весьма вознаградил нас за сие видишь какое благо предоставляет тебе тот кто гонит и обижает тебя если только ты терпишь подчеркнуто здесь под дождем и солнцем разумеет благодать святого духа и учения так как Христос нас всех изливает благодать и всех получает кто принимает учения тот живет во свете так как и тот кто при солнечном свете зажимает свои глаза остается во тьме свет всем светит Христос не желает смерти грешника он дал учение всем но кто-то твои глаза закрыл а занятия не остался обойдусь пошел он во тьме находится свет не светит в этот момент душа не согревается словом божьим пожалуйста я учитала читаю Сысоева для него Сысоева апокалипсис откровения четвертая глава и там написано о том что в четвертой главе написано что сейчас не помню речь идет как раз о том о терпении что если вы терпите а что апокалипсис вот это происходить будет конец когда уже придет приходу Христа это происходить будет какая ситуация люди которые терпели все страдания скротостью принимали обличения эти люди не будут подвержены всем всем страданиям апокалипсиса я так читаю еще раз прочитала Алла я их тоже прочитала Игорь прошел я их тоже прочитала они будут хранимы за то что они уже это претерпели живя вот с безбожниками и принимают них и вот все страдания они принимали скотинку я думаю кто это какой то будет у нас вообще я я только скажу сын так я ему это самое выдаю я то сижу думаю ничего себе это если я не терплю я буду страдать это ничего не значит я терпел я мог все полчища ангелов а вы кто такие только мне даже ночью приснилось что вот если я не терплю то я буду страдать с теми кто вообще не верующий кто гнал в Христа кто его это думаю ну это ничего себе это нужно благословлять это на руках носителя тот кто тебя гонит это моих детей это нужно вообще не знаю куда на божницу посадить что они меня так воспитывают а я еще такая скромная нет 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 я просто это я знаю свои дела что они какие и я вот про это то думаю вот это да и вы не просто я вас так за это а за то что вы терпели почему да вы исполнили я терпел и вы должны терпеть вы представляете это что это какая ситуация получается и когда время придет испытаний ни один не коснется пальца вас ни один запомните это я вам обещаю представляете представляете Христос обещает нам такое так мы все это не будем терпеть то вот позвонила одна сестря она да я буду еще это терпеть то я говорю ну и все и оставайся с теми которые будут испытания подвержены вот ведь какое дело то это вообще Люда ну если ты мать а он неправильно поступает ты сказать то могу не не так не так я все говорю но то что потом при жизни допустим при жизни какие то испытания на тебя выпадают за то что я воспитала неправильно а потом всякие неправильности которые выходят они же на меня же ложатся что я неправильно воспитала поэтому это мое это мне надо терпеть это не тебе терпеть от них это я виновата поэтому я это выводы это делала не такие что я не могу ему сказать да здрасте сказать не могу но он не примет он не примет а это лучше сынок скажу это твое дело ты не принимаешь а то что он говорит да мам а потом у меня же приехал да как это ты выдержал это как выдержал это вот ты произошло то 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 а я говорю это мне Бог только помог он у тебя вообще в крыша поехала он это не принимает что это Бог помог или это ну и я уже и молюсь за него чтобы спросить прости я же не я то я виновата что я неправильно воспитала тут то уже я виновата и как то сразу смягчается что то происходит улучшение какое то поэтому Таня не то что не говорит говорить надо говорит ты же не они же тебе не чужие они же твои кровь твоя как это я не скажу ты надоела уже нам тут я уже отступила понимаешь уже надоела все отступить надо но вот это вот я тебя теперь приняла ночь не могла аду вторую даже не могла вот это я вот он мне сейчас он напряжен и я бы так же как все 26 лет хожу и пошел пусть меня апокалипция апокалипсис 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 ухо режет немножко ну правильно 46 стих ибо если вы будете любить любящих вас какая вам награда не то же и делают и мытари толкование вострепещем мы не походим и на мытари если ненавидим и любящих нас 47 48 стих если вы приветствуете только братьев ваших что особенного делаете не так же ли поступают и язычники и так будьте совершенны как совершен отец ваш небесный толкование одних любить а других ненавидеть есть несовершенство совершенство же состоит в том чтобы любить всех небесный отец любит всех и всех призывает к спасению нам должно уподобляться ему и вот здесь возникает некая противоречия со стихом где говорится если согрешил против тебя брат скажи ему наедине если примет приобрел брата если не примет скажи церкви если церкви призови сначала светили потом если церкви добудет тебе как язычник и мытарь то есть он как будто язычник и мытарь это вот какой то вот прям даже с ним не разговаривает как уже не брат а здесь говорится не важно брат не брат люби всех и вот с тем стихом возникает противоречие с одной стороны язычника надо любить а с другой стороны язычника надо вот как-то вот стиригаться и не разговаривать с ним в чем здесь как это противоречие разрешить а в том что тот то язычник вообще веры не знал его мы должны любить чтобы он видя свет в нашей любви он начал искать источников вдохновения откуда этот свет в тебе и пришел к Богу а тот который был во свете и грех его ослепил то есть ты должен уже как отступника с ним значит уже его отстраняться чтобы устыдить его а с ним даже и не есть вместе помните написано было то есть он был во свете а потом сам добровольно сомкнул глаза ему не нужен свет поэтому и с отступниками не надо общаться когда они увидят что ему бойкот объявили он тогда может быть а когда да время сколько прошло час ну обычно по полтора да по полтора да нет мы в последнее время всегда час ну да час достаточно вопросы по прочитке нет дети вам задание нарисовать за неделю то что вы слышали сегодня как терпение можно нарисовать как терпение можно нарисовать нарисуй терпение ну можешь вообразить как терпение можно изобразить картину делать терпение чтобы даже терпение все все вот так враги руки выкручивают кто-то да кто-то 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 оспомнил просим Господи, вы не ведут, что творят вот это и есть совершенство хотя он безгрешный его и не за чем было остать, а мы за грехи наши все вот эти вот обиды нам самая конструктивная программа виноват я, и тогда уже не обижаешься ни на кого, поделал я первый из грешников апостол Павел, и тут же он говорит а я более всех вас потруднился он и смиренный, и гордец одновременно, и не гордец он просто, ему надо было оправдаться перед его учителями, которые склонились, вот за ложными учителями пошли, он говорит, ну вы посмотрите, за кем вы идете, я все преподал, вы мои чадо во Христе не помнили и стали изменять истину православной пошли все, кто только пули а мы сейчас вели, потому что мало людей ходило а сейчас много, нужно и покушали поэтому можно и полтора часа так что это не возбраняется тем более время еще есть у нас да, вроде и служба короткая у меня значит просьба молитвенная такая и не молитвенная кто может помочь в этом деле позвонил сейчас брат я вам сказал, что там с интернетом все в порядке а нет потерянки не в порядке с интернетом причина значит такая тихо, 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 ребята валенька, валенька, стиши модем которым пользуется сейчас Игнать Тихонич записан на роману малыша и он в любой момент может этот модем заблокировать потому что паспортные данные его хотели поменять тариф не получилось потому что владелец должен только менять тариф тариф хотели поменять почему? потому что очень много переплачивает брат там тариф только ночью без лимита а Игнать Тихонич еще и днем ролики за качество вставляет и поэтому получается у него оплата в месяц больше дороже поэтому он упросил меня купить новую вот эту сим-карту для модема и приедет брат с потерявки он сразу же обратно а я сегодня без машины без денег и без паспорта облегченный облегченный вариант вот поэтому сколько он у тебя стоит модем-то? две с половиной нет стоит он 1300 сим-карта на месяц и такой тариф будет там по 800 я могу из этих пока взять если ваше вот а мне кстати эта карточка мне тоже нужна я пойду уже зарбал что-нибудь кто согласится на свое имя что у меня за паспортом мне хоть какой паспорт с собой если есть а я сегодня не взяла паспорт да, паспорт да, паспорт есть с 18 лет конечно опять же с 18 лет есть ну тогда убрать и увезите меня домой вообще не, ну что есть я хотел еще поблагодарить вообще я тебя увезу я тебя увезу и все молиться ты тоже можешь стоять ну давай я потом в университет привезу привезу ну а ты там где-то есть же там рядом или где на заказке да это я когда до дома я доберусь а паспорт за машину если я сейчас делаю деньги я просто пока думаю пока на велике доеду ну хотя быстро доеду куда ехать тут домой за паспорт не, ну за паспорт я довезу да и все там ты дальше на машину и доедешь да у тебя машина где стоит угла дома ну тогда какие-то вопросы поднимаешь такие глобальное решение ну просто хотели поблаговествовать да можно потом поехать потом я тебя довезу нет можно на кто сестер желание у кого есть евангелия распространять болей и это тоже судей у меня тоже стоит не могу я загоралась ну ну вот само собой вопросы есть у тебя кто запомнил себя особенно сегодня о чем нас не слышал вы когда рисуете маленько ухо в нашу сторону подвигаете нет куда они подвигают куда ухо ухо подвигают в брюхо а брюхо подвигают к саркасному в землю все о чем считаете Сережа это это невозможно я просто жду не дождусь когда они из детей перейдут во взрослые сядут и будут просто не просто такое мнение у родителей что пусть они присутствуют хоть что-то попадет пусть они рисуют что-то попадет это то что они хоть сидят на занятиях по изучению библии больше ничего мне просто интересно хоть что-то попадает да ничего не попадает ничего не попадает а клятвы приступили за то что терпи нельзя давать клятвы так только обещания о том что а чем клятвы обещания отличаются потому что когда человек льется льется чем-то при ногой своей клятвы оно ему не принадлежит изначально поэтому такая лоска получается то что сам себе человек не принадлежит то что можно давать обещания что нельзя клятся так как в ветхом завете что раньше клятвы клялись бога клялись клялись а в новом жизни Иисус сказал что нельзя клятся вообще во избежание во избежание чего во избежание чтобы не нарушить клятвы кто это дал что лучше ее вообще не давать что ну так правильно ну так то да не по терпению терпать ух ты ну-ка 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 Тарасик давай Тарасик что там Тарасик ну-ка порадуй батю повернись крестного порадуй Тарасик народу лицом ну что ты колхари говори говори про терпение ну скажи папа сколько у вас крестный ну вот я нарисовал терпение терпение нарисовал терпение кирпич это кирпич а есть под кирпичом кто-то да нет это он треснул а я думал вот это вот терпение но объяснил смысл если он треснул значит не выдержал стой стой тихо подожди объясни Тарас на камеру объяснил кирпич треснул вот это вот он изобразил терпение мы как говорили в чем смысл какая подпись была бы под этой вот терпишь терпишь вот кирпич треснул и терпение там и чего а это ты в шоку взял а то есть с юмором ну говорят терпение лопнуло есть такое вот лопнутый кирпич то есть это анти терпение потому что как кирпич треснул так и у нас у нас не должно терпение лопаться если кончается терпение то вот 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 тебе задание изобразить долгое терпение не треснутый кирпич просто нарисуй без трещинки и все да его бьют а он не трескается и не трескается и не трескается вот это терпение молодец вот мы должны быть такие вот вышла замуж превратись в камень у тебя муж долбил долбил а ты даже не трескалась а не лопнул да он бы ее не долбил не за что долбить за что я буду лопать да хоть и долбить терпение терпение очень сложно изобразить да изобразить терпение у вас это кирпич который печет головой твоей вот так вот он тебя бьет постоянно или в доме вот постоянно говорят там вот показывают танцы там какие-нибудь балет и говорят вот балет это как бы язык жестов ну тело человеческого ну это такая натяжка мощная вообще там вот так вот сделал он рукой это вот изображает то-то вот так вот это изображает то-то но это же надо все знать это изучение целое должно каждый человек должен изучать ваше тело что ты там вот так вот изобразил от плячил и так далее это всё не работает однозначно для всех людей то же самое живопись как признать что вот это живопись Малевич нарисовал просто вот такой квадрат замазывал он черной краской и сказал это вот мощная такое Аналитическое действие Произошло у меня в голове И вот если вы будете смотреть на это То все хорошо будет у вас Это черный козад И продают за миллионы долларов Это круче Малевича Это круче Малевича Но ничего Ничего это не работает Потому что все это нужно Опять же знать, судить Критики есть А вот настоящая живопись Которая фотографическая Она проходит сразу у людей Там сразу видят Что это? Ребран Шишкин Смотрят, пейзаж прекрасный Здесь такие портреты Человеческие, прям как фотография Все нормально Но как начинаются вот эти выкрутасы Никак не проходит это Поэтому и у нас тоже Не надо придумать, что там Им изображать терпение Вот им надо изобразить терпение Хотя бы одно занятие Сесть вот сюда И слушать И слушать Не рисовать, а просто сидеть И слушать Вот это мне будет терпение И прям их снимать вот так вот Мы будем смотреть, как на глазах Будет происходить Усыпновение Усыпновение Они же не знают, что делать Они не знают, как работать мозгом Че нужно делать-то? Тут они понимают Внимание Все здесь А когда ты сидишь И что-то тебе говорят Вот это терпение будет Вот это мы проверим Слушай, что не понимаешь? Да, то, что ты не понимаешь А они кое-что понимают Видно, что инако уже доросла Ей там вообще делать нечего Ливия Выросла уже два года назад оттуда Она тут должна уже сидеть И сама говорить Потому что она очень серьезная девчина Ее многие путают Что ей ничего не надо Ну, это серьезно Мы сами туда пойдем рисовать Нет, нет, нам не надо рисовать Зачем? Нам рисовать не надо Замужем Мы же Нет, нет, нам надо спасаться, брат А то выживем из ума Не дай Бог Нет, надо все время быть Слой Божиим Как сегодня вот Проходили мы Иисуса Новина И там вот говорит Бойтесь Бога И не обращайтесь к другим богам Всегда он говорит об этом Слово Божие Он говорит о Слове Божьем Как внимательно надо Немножко не дочитали То есть Поэтому мы должны всегда в этом пребывать А то, что они тут сидят Только для того Чтобы они привыкли К нашей компании верующих людей Больше ни для чего Там через рисунки ничего не придет Но я знаю, что и Агния Она очень разумная У нас Леонида такая самая таинственная Как партизан такой небольшой Но она сильно похожа Характером на отца То есть Внутри в ней там Такой аналитический идет Дифферент С одного к другой летают шарики То есть она думает обязательно Естер, он открытый А Тараси, он еще подрастает Тараси еще даже Чертый кирпич Малевича Чертый кирпич Это не Малевича уже А Дроботевича Кстати, вы знаете Дробот переводится Какого Кирмогласный Кирмогласный Ничего подобного Дробот Это переводится Как священник Дробитель Тот, кто раздробляет Тело Господне Причастие Дробот Дробот Это священник переводится Конкретно Вот Сатана Илладин Ты его видишь Пьянкой Прямо в церковно-славянском языке Слово Дробот Посмотри в церковно-славянском языке Там найдешь Так что Вы мелко дышите Вы все должны быть Как священники Вся семья Вся семья Особенно батя ваш Такое было Значит По клятвию резюме Если пообещал То будь добр Выполнили Либо не обещая В общем Понятно? Интересно Вы должны быть Своему Слову Хозяин Ну а любви Врага своего Чтобы вы не сказали Православие Болтолы Говорить Слова Дела не подтверждают Не исполняют Ничего Поэтому если пообещал Сказал что приду В лепешку разбейся Как говорится Кровь износим Ну приди Вот в это вот У вас должно быть Вот с детства Прямо Я любви Как самого себя То ты Получается Что ты обманщик А к обманщику Какое доверие Он и будет Всякий раз Говорить А Поклянись Что придешь Странно Прошли самое сложное Для меня самое сложное Это не клятва Клятва Это Легко все Проходит У нас нечем Просто Это вот раньше Крест там Наложу Вот я У нас сейчас Клясться Такого нету Что Я клянусь Там своей печенью Это даже смешно Кому сейчас скажи Да никто Так не поклянется Нету этого А вот Люби врага Своего Гонящего Благословляй Вот это самое сложное Мне кажется Потому что Родители Всех людей Так воспитывают Детей своих Ты это Че ты плачешь Ты че плачешь Да меня там Твою игрушку отобрал Иди К нему Сейчас же Отбери у него Все игрушки Пошел Отбирать ему Бац От этой игрушкой Опять Плачет Ты че Начал Ибирать Мне по башке Иди Возьми ему Начинают они туда-сюда Ходить друг дружку По башке Все научили Причем и девочек И мальчиков И отцы С матерями А особенно Матери Которые стервы Тебя Я свою Тугу Че ты Сразу Как Дуртуку Шары Прямо Вцепляйся Там за свое Держись Так что Чтоб Кровь там Сошмет Кровь мясо В разные стороны С волосами И вот так Они Такие есть Сейчас смотрите Как показывают В интернете Дети Бьют детей А Пацаны Там они Ну подошел Раз Там Куксанил Пацан Есть Там Упал А девочки Те прям Издевательские Прям Плюют Помочатся На них В грязную Лужу Запихают В унитаз Головой Этих девчонок Там Бедных Они Изобретательные Девочки Они не могут Сильно Большую боль Причинить А ну Они причинят Обязательно Вот этих Маленьких Котят Собачат Режут Девочки Не пацаны Но В соке Уже В 13 лет И он ходит Около них Там такой Пигалица А я еще не понимал Восточная Кроп И он Ну иди там Брось там А у нас Из шифера Были сделаны Трибуны Иди там Трибуны Поразбивай Вот он Камни Берет Эти трибуны Крушит Представьте Там Столько Работает Этот шифер Поднимали Рабочие Там Закрывали Все это Красиво Чтобы было Он этими Камнями Бум Бум Потом дальше Это Малый Давай там Брось в окно Там Куда-нибудь Время Часов 11 Вечером Он Не раздумывая Камень Бабах Кому-то В окно Побежали Ха-ха-тихи Все там Потом дальше Там у нас Выходил Все время Пожилой Такой Мы его Дед называли А я его Так понимаю Как мне Лет под 60 И он Был Староста Дома И он выходил Гонял Эту всю Пацану Эти хулиганов И он вышел Начал гонять Эти девки Они не сошел Дома Узнали и говорят Иди там Навали под дверь Пошел Навалил Под дверь И мы все это Знали И мы все это Знали И Нигде же Не говорили Ему А в милицию Привод был У него В милицию Туда все Потом нас всех Собрали туда В милицию И давать нам Опрашивать А мы все Молчим Герои Сейчас бы С каким удовольствием Я бы все Рассказал бы Об этом гадике И об этих девчонках Еще Кто его подстрекал Вот так вот прошло Все мое детство Вот так вот лавировать Между Хулиганством И разбоем А чтобы добрые были Какие-то Это так редко Чтобы кто-то Кому-то помог Прибежал и сказал Вы копаете картошку Давайте я с вами поеду Ага Держи карман шире Все куда-то На какое-то безобразие В карты там Где-то поиграть Там кошку Какую-то подвесить За хвост Подергать Там бюджету Что только не придумать Так они все Ваши такие сверстники Это вы Воспитаны не так Потому что Вы воспитываете Свежущей семье Запомните Там у ваших свертников Скелетов этих В шкафу Как собак Недорезанных Вы просто счастливые Детишки наши Вы даже еще не знаете Сколько у вас врагов Поэтому этот вопрос У вас сильно не касается А врагов у нас Через одного И всех надо прощать И любить А они вас будут Только гнобить Вот так Вот только потерпите уже Будете вспоминать Эти занятия И говорить Какое было время Ничего не надо Сидит Расслабился Рисует Кто-то там Что-то говорит Умные вещи А мы Летаем В своих мыслях Как бабочки Порхаем Ничего Бабочка Че она Порхает Ничего Нюхать ей Не надо Попорхала Попорхала Немножко И ушла Окалела Зато какая красивая Так и детство Тоже Промелькнуло А вот если вы Из детства возьмете Ветхий завет Да новый Ой сколько Ветхом завете Сколько там мудрости А в новом там На сплошная Премудрость Как вам спасти души А ведь у вас еще будут Свои дети Вы будете тоже их учить Вам будет хотеться Чтобы Они так же как вы Относили к своим родителям Значит Нужно будет учить Их только Христовой вере Ого Столкнетесь Тогда поймете нас И будете понимать Почему так Мы же спотыкаемся Когда рядом детишки Чтоб только угодить И накормить Да и духовно И телесно Так бы не отпускал Их от себя Пускай бы всегда были Но Разбегаются Все разлетаются Кто куда И лишь бы Бери оставались На надежду Воскресенье Жизнь вечную С Евангелием И это Самолётики Переставайте играть С этого времени Не надо играть Здесь самолётики Ничего не стройте Но рисуете и хорошо Ну что вы и так нормально Рисуете Вы просто тему хорошую Выбирайте и рисуйте Не просто кирпич Это Ну Совсем уж по-малевически Он ясно безможненько Что попало Рисовал А ты попробуй Как Вот это Как Монулизу Нарисовал Или Микеланджело Какие злояния делал Попробуй Нарисуй Перед этим Эскизы делали А так-то Баловаться Мы сами Гораздо Я баловался Ого Покруче вашего Потому что Безможник был Лазили там По этим карнизам С третьего этажа По верёвкам Там просто не связывали Или по водосочным трубам А деревья Все наши были Сейчас Кто попросит На яблони Залезти Все боятся Мы же эти деревья Там у нас Площадки делали Тут по верёвкам Доставляли Площадки делали Там всё укрывали Вот так вот Чтобы нас никто не видел Из взрослых Взрослые мимо ходили Там с домом А мы там натопали И у нас бинокли Там такие Всякие театральные Каких пока не было Кто там настоящий Доставал Как будто бы разведчики Интерес был мощный Рисовать некогда было Всегда были на улице А у них сейчас что Гаджеты Не рисуют Значит этот телефон Как Вот не едешь Еду Вот сплошным потоком Идут и все туда смотрят Я думаю интересно В наше время Никто никуда не смотрел А Марина была На Колыме И говорит Ну жена моя И говорит Там будет так интересно Я говорю Сначала не могла понять Что не так Иду И дети играют Там дети играют Там дети Там Почему я не буду Потом до меня дошло Гаджетов не держит никто А там нету связи Хорошо И все И гаджетов нету Ну то есть они Для этих детей наших Они тупорылые там создания Они живут И играются на улице Наши еще дети Ну на Колыме На Колыме Во всю Казаки-разбойники Да Футбол играли А эти уже все Они даже Казаки-разбойники Там Чехарда из Да Скажи им Они даже не поймут Что такое Даже вот само слово Гаджеты 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 Как бы ты Давай Спасибо Да Она Это все сделала Гаджеты Гаджеты И все И все от себя Нужно Это Знаете Сколько нужно Тренироваться Тараси Тот На гитаре Молодец Шпарит Нестор Этот все Смеется Человек Тебе не надо Смеяться Еще рано Смеяться Да Так он В кружках Занимается Тоже Ну 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 Тоже Играют Все Как-то Чем-то Занят И Поэтому Сильных Я не видел С гаджетами Хотя Хотя Некоторых У нас Там У Надь Мухин Знаем Чуть 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 Сразу Раз Там Уже Все Сидят Гаджеты Гаджеты Есть Молодец Это правильно Запомни Чем больше Ты не будешь Любить Тем больше Времени Сохраниться Для твоей Души Чем больше Будешь Любить Тем Потом Придется Платить Все Потому Что Через Эти Гаджеты Все Приходят К играм Или В карты Или Со своей Жизнью Играют Душу Погибают Души Это Не просто Так Жалко Что О нашей Жизни Молодежной Не снята Ни Одну Руси Когда Не снимали Достойно Есть Я По Истину Блажить Детя Богородицу Стои Сна Блаженную И Принепорочную И Матерь Бога Наш Честнейшую Херубин И Славнейшую Без Сравнение Серафим Без Истин Я Богослова Родшую Сущую Богородицу Тя Величаем Да Благодарим Тебя За эту Возможность Собираться Уновь Твоих Изучать Слово Твое Дай нам Все Услышанное Здесь Запомнить Принять Верою И дай Силы И И Пошли Людей На нашем Пути Которые Также Желали бы Слышать Слово Твое Наполни Наши Уста Благовестием О пролитой Крови Твоей За грехи Наши Господи Слава Тебе Хвала Чести Поклонения Отец Сын И Друг Святой Аминь Спасибо Христос Спасибо Христос